Теперь давайте представим такую схему. У нас есть некий веб-сервер, на котором мы нашли уязвимость. Это мы, EvilGuy. Нашли уязвимость, при этом мы хотим поднять здесь некий бэкдор, чтобы он слушал на определенном порту, например, 4.4.4.4. Наше соединение в дальнейшем для организации постоянного канала управления. И у нас это не получается. Начинаем разбираться, почему не получается, почему вроде как команду отправляем, какую нужно для того, чтобы поднять этот бэкдор, но, однако, ничего не выходит. Выясняется, что на веб-сервере применена локальная политика Firewall, которая оставляет доступный только 80-й порт и 4.4.3. Все. Больше все остальные порты просто закрыты, в том числе наш 4.4.4.4. Как быть в этом случае? Да, этот случай применим при сценарии, когда вы можете закинуть какие-то данные, которые вызовут срабатывание уязвимости, где-то в недрах этой веб-системы. То есть, не что-то, что вы можете контролировать, а что-то, что вы закидываете в качестве сторонних данных. Допустим, вы нашли уязвимость в RSS-ридере. Для этого вы размещаете код, вызывающий эту уязвимость, на неком сайте, сканливаете его в веб-системе. Веб-система его загружает к себе. Далее тут происходит взрыв, выполняется код. Коду надо что-то делать. Обычно вешают бэкдор на прослушивание какого-то порта. Но у нас открыт только 80-й и 4.4.3. На них мы ничего повесить не можем, поскольку они уже заняты сервисами. На любом другом порту, и любой другой порт закрыт. Что в этом случае делают злоумышленники? В этом случае применяют технологию, которая устанавливает соединение обратно. Так называемый back-connection. Мы здесь имеем возможность выполнять код. Мы устанавливаем, вместо того, чтобы открывать здесь сокет на прослушивание, мы устанавливаем соединение к нашей машине. Ну, или к нашему серверу. И вот сервер, который постоянно в интернете находится. В этом случае можно отложную уязвимость отлавливать. Мы устанавливаем соединение обратно. При этом мы минуем фаервол, который закрывает только входящее соединение. Исходящее соединение обычно редко кто закрывает. В силу того, что сложно нормально это сделать. Мы устанавливаем соединение обратно. Каким образом установить обратное соединение и предоставить канал управления, предоставить возможность передачи через это соединение команд, мы посмотрим на следующем слайде. Здесь представлено несколько вариантов реализации создания обратного соединения с возможностью выполнения команд. Первый вариант предполагает использование утилиты NC. Эта утилита позволяет организовать передачу данных между двумя точками. Но в том числе ее можно скомпилировать с флажком "-e", который позволит получать данные со STDIN и перебрасывать, выполнять вот этот бинарный, который указан в качестве параметра для флага "-e", в данном случае binbush. Если мы передадим по STDIN команду Shell, мы выполним таким образом команду на целевой системе. То есть здесь мы устанавливаем соединение на IP-адрес злоумышленника, под злоумышленника, и передаем все данные на binbush, переданные с той стороны. Во втором случае мы устанавливаем обратное соединение. Во втором случае мы используем создание пайпов и переброска данных между пайпами. Это в случае, если NC на целевой системе не скомпилирован с поддержкой флага "-e". Чаще всего так и бывает, поскольку флаг "-e", он предоставляет вот такой простой способ организации тайного Shell. Следующий вариант – использование исключительно интерпретатора binbush и свойства директории slashdev в Linux. DevTcp мы используем перенаправление потока вывода и установление соединения посредством обращения к dftcp от IP-адреса злоумышленника, порт злоумышленника. Следующий вариант предполагает использование телнета вместо NC в случае, если у нас NC не установлено на системе. Следующий вариант предполагает использование только телнета, без создания пайпов и так далее. Здесь есть одна тонкость. Мы открываем два порта на стороне злоумышленника, то есть на своей стороне мы открываем два порта. Первый порт для передачи команд, второй порт для получения результатов. Открываются порты с помощью следующей конструкции. NC, затем "-L", IP-адрес, по умолчанию это любой адрес на нашей машине, и порт "-P", далее допустим 80. Мы открыли прослушивание на 80-м порту. Здесь есть детали относительно того, каким образом собрана команда NC на разных системах. В разных системах могут различаться команды, необходимые для открытия соединения. В некоторых случаях флаг "-P", например, опускается и просто указывается порт, на котором слушают. И, наконец, последний вариант. Это использование скриптового языка или любого другого языка для создания бэкдора и выполнения этого бэкдора. Мы его сначала скачиваем, кладем в TMP, BD, PHP, здесь указываем URL, по которому он доступен, и затем его выполняем. В принципе, здесь приведен пример с PHP, но мы можем использовать Java, мы можем использовать Python, мы можем использовать Perl, мы можем использовать даже прикомпелённый бинарник, что мы посмотрим чуть дальше. Как мы уже сказали, бэкдор может делать как на уровне процессов, то есть увешать какой-то процесс, обрамлять его в раппер и поднимать его каждый раз, когда он падает, как на уровне кронжоба помещать в крон, и время от времени проверять, упал он или нет, если упал, то поднимать. Патчить бинарник и внедряться на уровень операционной системы и делать что-то там, что уже максимально харкорно. Давайте посмотрим скринкаст, в котором мы увидим, каким образом, во-первых, устанавливать контрольный канал соединения с помощью НС, и затем, каким образом сделать наш кастомный бинарный пилот в пакете метасплойта и каким образом, грубо говоря, сделать троян, рассчитанным на линук-систему, для того, чтобы куда-нибудь его закинуть, выполнить и получить канал управления к этой операционной системе. Для начала давайте посмотрим, как с помощью НС организовать канал управления между двумя машинами. Сценарий следующий. Машины калибри в этой консоли это моя локальная машина, машина ксеноморф в этой консоли это машина, которую мы предполагаем, что скомпрометировали. Там мы можем выполнять любой команды. Теперь давайте, во-первых, посмотрим, как работает НС. Здесь на машине ксеноморф крутится калилинкс, на машине калибри крутится крутится макоз. Соответственно, две разные версии НС, скомпиливанные по-разному, с немного разными флагами. Мы будем иметь это в виду. Давайте попробуем организовать соединение на прослушивание со стороны машины ксеноморф. Делать это так. Минус Л, минус П и порт, допустим, 8.8. Так, мы здесь root. Мы можем открывать привилегированные порты. Запустили НС. Видите, он перешел в ожидающий режим. здесь совершаем отдаем команду соединения с адресом 192.168.56.101 это IP-адрес машины ксеноморф. IP-адрес моей локальной машины это 56.1. Мы соединяемся с машиной 192.168.56.101 на порт 8.8. Нажимаем Enter. Соединились. Теперь мы все, что введем здесь отобразится на ксеноморф, а все, что мы введем на машине ксеноморф отобразится обратно здесь. Разрываем соединение. Таким образом мы можем передавать, например, файл на тест. Мы возьмем на машине ксеноморф все с STD-OUT и перенаправим в тест. На машине калибри мы во-первых создадим файл с контентом тест создали файл тест с контентом а затем делаем кат-тест и на пайп nc 192.168.56.101.88 Все завершилось здесь тоже завершилось кат-тест видите, мы передали файл но здесь ничего интересного нет давайте попробуем организовать обратное соединение с выполнением команд для этого здесь на этой машине поднимем нс на прослушивание нс минус л 8.8.8.1.1 заметьте во-первых я не использую флажок минус п так как в этой версии нс не требуется указывать минус п точнее он делает что-то другое затем я указываю порт не выше 1024 так как я здесь на этой локальной машине не root я указываю порт 8.8.1.1 что выше 1024 меньше я указали меньше 1024 порт я указать не могу это привлегиваемый порт для привлегированных процессов запустили ждем когда кто-нибудь к нам придет а на этой машине мы выполняем нс во-первых указываем хост куда коннектимся 112 168 561 это адрес нашей локальной машины затем порт указываем 8.8.1.1 8.8.1.1 затем флажок минус е и бин баш запускаем интерплитатор бинбан нажимаем все соединение произошло что соединение произошло мы можем сделать проверить следующим образом id видеть юнэйм linux юнэйм минус 2 linux иноморф то есть вот мы организовали своеобразный своеобразный канал для выполнения команд на этой машине разрываем здесь тоже забралось теперь давайте посмотрим каким образом с помощью пакета метаспорт что такое во первых метаспорт и во вторых каким образом с помощью него можно делать какие-то бакдоры для того чтобы создать бинамик с нашим бакдором мы воспользуемся пакетом метаспорт это универсальный фреймворк который создан для того чтобы решать практически все задачи связанные с анализом защищенности системы это база данных по эксплойтам это эксплойты уже готовые эксплойты это хендлеры для эксплойта чтобы можно было замыкать на себя поднимать различные веб-сервисы или сервисы для прослушивания результатов этих эксплойтов и так далее и тому подобное все что связано с анализом безопасности есть метаспорт в том числе есть утилиты которые позволяют создать свой пилот свою рабочую нагрузку и записать его в виде кода потока байт либо стендалон бинарного файла который можно запустить на целевой системе и так далее давайте в калий линукс метаспорт находится по адресу по пути от метаспорт в метаспорт лежат шуткаты на консольные утилиты метаспорт нам нужна команда msf payload команда msf payload создает как раз бинарные файлы либо потоки байт с нужным нам кодом с нужным нам функционалом для начала давайте посмотрим список вообще всех доступных payload минус л это делается командой минус л как видите здесь их тьма тьмущая мы можем сделать под троянный подвинут с разным функционалом мы можем сделать под php osx linux java какие-нибудь простые шельные скрипты под все практически под все процент системы действующие окей давайте еще раз запустим мсф пилот без параметров и посмотрим на командную строку из параметров принимают следующие вещи во-первых мы указываем пилот что собственно говоря мы хотим получить на выходе затем у каждого пилота есть свой набор настроек те настройки которые мы хотим задать для этого бинамика и формат вывода мы можем получить информацию указав S мы можем заэнкодить как массив C как массив C-sharp как массив Perl Ruby Ruby мы можем с помощью буквы R получить чистый поток байт который затем можем вставить куда-нибудь в какой-нибудь exploit для того чтобы этот пилот выполнился и так далее и тому подобное нас интересует exe нас интересует бинарный исполняемый файл вообще msf пилот создан для того чтобы создавать полезную нагрузку для эксплуатации различных уязвимостей которые ведут к переполнению буферов к переполнению стека переполнению кучи и так далее msf пилот создан для того чтобы делать короткие участки кода которые что-то выполняют но в том числе он может использоваться для создания своего экзекшника нам нужна операционная система linux поэтому сделаем l и grep linux возьмем весь список пилотов и посмотрим что есть под linux так вот список всех линксовых прилотов нам нужно что-нибудь что будет устанавливать обратное соединение и организовать командный канал управления здесь есть две под x86 есть два пилота shell и shell слэш реверс тсси пи шелл слэш реверс тсси пи это connect back to attack spawn common shell staged то есть здесь речь идет о том что на стороне злоумышленника то есть на нашей стороне на клиентской машине должен подниматься специальный хендлер для терминирования этих запросов для того чтобы эти запросы отрабатывать поскольку дальше это короткий фрагмент кода который требует для своей работы загрузки дополнительных модулей со стороны куда он соединяется нам это не нужно мы хотим с помощью обычного нс слушать соединение поэтому возьмем вот это shell reverse tcp connect back to attack and spawn recommend shell просто удобно доступно вызываем нашим sf пилот с указанием пилотом и буква с дабы получить summary по этому пилоту те настойки которые нам нужно задать процесс это несколько не особо быстрый так у нас есть две настойки вылез адрес вылез порт здесь нам нужно указать ip адрес куда мы будем соединяться а здесь мы указываем порт к какому мы будем соединяться укажем через l-host равно 192 168 56 1 мы будем соединяться на нашу клиентскую машину где поднимем nc-l 444 прослушиванием посредством nc summary на всякий случай так готово мы переписали l-host l-port оставим 4444 пусть он будет таким так теперь делаем вместо summary executable и записываем в bintest файл bintest некоторое время работает у нас получился наш файл bintest 152 байта занимает наш bintest тип у него l32 бит lsb exit table и так далее теперь делаем мод плюс x bintest для того чтобы добавить флажок на выполнение и запускаем bintest так у нас здесь все готово запускаем запустили здесь пробуем проверяем что соединение установилось с нашего бакдора и оно работает bintest omi и так далее вот собственно говоря работает наш бинарник этот бинарник этот бинарный файл bintest мы можем взять положить на любую операционную систему на любой сервер с операционной системой linux x86 запустить его и он будет устанавливать будет пытаться установить соединение по адресу 192.168.56.101 который мы задали ой 56.1 который мы задали при создании этого бинамика на порт 4.4.4 4.4 то есть это готовый бакдор который можно использовать более чем один раз в реалии l-хост определяет какой-нибудь хост публично доступный через интернет и бинарник пропускается сквозь бинарник может быть более сложным например он может быть пропущен сквозь утилиту msf encode который позволяет закодировать его для того чтобы избежать детекта на антивирусных системах наконец бакдоры можно встраивать если у вас нет прав нет прав к для работы системы вы можете сделать веб бакдор и положить его куда-нибудь в доступное чс-хтп место и вызывать его каждый раз когда он вам понадобится на этом слайде представлено несколько вариантов такого бакдора первый вариант это php бакдор вот этот кусок кода можно выполнить в виде какого-то файла положить его веб-директорию вызывать этот файл и таким образом выполнять команду пришедшую через параметр c то есть у нас есть некий уру target .com мы положили наш бакдор в файл b.php находящийся в тмп на target.com b.php затем для того чтобы передать команду и выполнить команду мы используем параметр c равно допустим ls нам выдастся листинг содержимого в директории в данном случае тмп заметьте здесь мы обращаемся к переменной request глобальной переменной request то есть вне зависимости от того придет переменная через get запрос или через post запрос все равно она будет получена в рамках этой переменной и выполнена зачем я это сделал почему не ограничивается исключительно get методами get методы очень сильно палятся в логах если администратор зайдет логин увидит там поток вызовов к некому методу с явными командами он сполошится если же вы будете использовать пост данные то пост данные они очень редко логируются практически никогда не логируются и все на что может обратить внимание стену администратор это постоянный вызов какого-то странного нового метода но с этим вы можете побороться сделан его менее странным например следующий вариант это перловый бэкдор эту часть этот участок кода вы можете поставить в любую в любую в любую первую часть того проекта на котором нашли уязвимости этот участок кода также позволяет через переменную рек получить команду и выполнить эту команду выдав ее на stdout то есть вам веб-страницу третий вариант более интересный если в первых двух случаях речь идет о коде который выполняет системная команда то в третьем случае мы используем свойства файлов .htaccess представьте себе что у вас есть на вашей целевой системе директория слэш имг где располагаются тысячи 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 аватаров пользователей в виде некий файл файл . gpg файл .gif разные расширения разные имена файлов это аватар пользователей и у вас вы получили возможность записать в директории имг произвольный файл в этом случае очень клево было бы записать в директории имг файл .htaccess с вот таким содержимым разве что только вместо текст мы здесь поставим .jpg что нам это даст мы добавляем хендлер как php объект для всех файлов с расширением jpeg в этом случае мы можем в контексте нашего создать картинку некую с виду это будет обычная картинка которую можно использовать в качестве аватара если же заглянуть в экзив дата экзив дата это текстовое поле jpeg картинки содержащие информацию относительно того когда был снят снимок параметры съемки с ним в экзив дату мы можем запихнуть например вот эту часть вот эту вещь в этом случае при обращении на целевой сервер как img наш аватар ау .jpg мы опять же можем не просто картинку посмотреть а можем указать c равно ls и выполнить команду единственное что команда это вернется в обрамлении бинарных данных относящихся к картинке то есть здесь будет поток байт здесь вывод наш ls и здесь будет поток байтов но в общем случае мы можем таким образом спрятать наш бэкдор тихо и незаметно среди этих тысяч файлов файл начинающий с точки он не отображается при даче команды ls то есть мы таким образом можем достаточно долго присутствовать в нашей целевой системе